представитель кабинета министров германии крестьяна хоффман на недавнем брифинге заявил что фрг не признают легитимность выборов президента россии потому что да эти выборы не были ни демократичными не свободными несправедливыми а голосование проходило с применением вооруженного запугивания и все это потому что в россии царит абсолютная диктатура канцлер шоль согласно сегодняшнему западному нарративу не поздравил владимира путина с победой а представитель мид фрг себастьян фишер подчеркнул что во всех немецких официальных документах они не будут ставить перед фамилией нашего главнокомандующего слова президент а буду писать просто путин бербак 360 заявила что выбора в россии были без выбора а их проведение на территориях молдавии грузии соседних стран противоречит международному праву как вы знаете мы не считаем так называемые выборы в россии не свободными несправедливыми результат как представляется был известен заранее это по нашей оценке были не демократические выборы в россии нет свободы выражения мнения россии является как уже заявил канцлер диктатурой контакты с россией сейчас сведены к минимуму у нас есть принципиальная готовность если это будет целесообразным говорить и с путиным но пока этого не планируется так и хочется после всего этого сказать вы прослушали сводку из анамнезов пациентов канадчинской даче а теперь переходим к нормальным новостям но вот незадача это и есть нормальные новости и от всего этого складывается такое ощущение что пациенты даче как раз мы потому что политический западный мир катится к такой рогатой бабушки пробивая одно дно за другим что адекватным людям переварить это уже сложновато наши дипломаты в частности мария захарова видимо привыкли к подобным высказываниям и в отличие от нас должны держать лицо поэтому такие выпады запада она ответила просто мы знали что консолидация российского общества вас очень нервирует и пугает ничего нового вы нам не сказали а ваше время как гегемонщика и его прихвостней прошло привыкайте вам будет конечно тяжело но тут уже ничего не поделаешь но у нас тоже есть козыри в рукаве член совета федерации сергей цеков и глава немецкой национальной культурной автономии крыма юрий гемпель например еще в феврале предложили денонсировать договор об окончательном урегулировании в отношении германии подписаны в 1990 году это договор целью которого было ее объединение и решение вопросов ее границ принадлежности к блокам сокращение вооружения так далее более известен как договор 2 плюс 4 потому что подписывали его министры фрг гдр с одной стороны и ссср сша британия и франция с другой в нем также оговорилась что объединенная германия не имеет права задействовать имеющиеся у него вооружение и подтверждает отказ от производства владения и распоряжения ядерным биологическим и химическим оружием если договор расторгнуть то может случиться так что будут предпосылки к лишению германии правой субъективности или вот еще россия официально потребовала от германии признать блокаду ленинграда актом геноцида всех народов ссср виды сего момента фрг давала гуманитарные выплаты только пострадавшим не лицам еврейской национальности при этом за милую душу десятилетиями продолжая обеспечивать социальными пособиями членов сс военных третьего рейха и других нациков которые принимали участие блокаде российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности совершенных германии в прошлом признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокада ленинграда не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников ленинграда вне зависимости от их национальности говорится в ноте любую игру можно играть и вдвоем дорогие не партнеры а если вы об этом забыли то мы напомним друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео